Самый большой и мощный в мире транспортный самолет Ан-225 Мрия. В 1988 году состоялся первый полет опытного образца этого лайнера, созданного Киевским заводом Антонов. Первоначально его строили для космической отрасли. В начале 2000-х реконструировали и модифицировали для перевозки сверхтяжелых и сверхгабаритных грузов. Существовал только один экземпляр Ан-225. Он вошел в историю, установив около 250 мировых рекордов по скорости, высоте и грузоподъемности. Размах крыла Мрия 88,4 метра, длина 84 метра, высота 18,2 метра, грузоподъемность 250 тысяч килограммов. В марте 1989 года Мрия с грузом 156,3 тонны поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте и грузоподъемности. После развала СССР в 1991 году единственный действующий экземпляр Ан-225 был отправлен в ангар. А в январе 2002 года Мрия совершила первый коммерческий рейс. С этого момента самолет часто использовали для доставки крупногабаритных грузов. Мрия успела побывать во многих странах и на всех континентах, кроме Антарктиды. 25 марта 2020 года после 18 месяцев ремонта совершила первый полет после модернизации. Во время пандемии коронавируса много раз самолет перевозил в разные страны медикаменты, оборудование и средства защиты. К примеру, 27 апреля 2020 года самолет доставил из Китая в Германию 100 миллионов медицинских масок. А 24 августа 2021 на 30-летие Дня независимости Украины Мрия участвовала в параде, пролетев над центром Киева. В результате воздушной атаки российских войск на аэродром в Гастомеле под Киевом в начале полномасштабного вторжения России в Украину украинский самолет Мрия сгорел. 27 февраля в результате боев в городе Гастомель был сожжен наш самолет Мрия. Можно ли сказать, что Россия уничтожила нашу мечту? Нет, она сожгла самолет. Она сожгла железо, разрушила материю. Но ни душу, ни свободу, ни достоинство, ни независимость. Мы знаем, что нашу мечту невозможно победить или уничтожить. Недавно стало известно, что Украина уже готовится к восстановлению второго самолета Ан-225 Мрия. Об этом заявил генеральный директор государственного предприятия Антонов Евгений Гаврилов. Речь идет о сборке второго экземпляра Мрии, который в свое время так и не был достроен. Продолжение следует...